Баклажан, дядя Той Ребята, этот анекдот Всем привет, ребята Сегодня анекдот Короче, у мужика Жена впала в кому Прям реально Год лежит, два лежит Ну, никаких вариантов нет Лежит И как-то ее медсестричка Или нянечка Такая мыла Протирала влажной тряпкой И вдруг дотронулась у нее Вот до ее, скажем так Место интересного Ну, непонятки дотронулась Короче говоря И вдруг раз Начали На мониторе Проявление сердцебиения Что еще раз туда К этой пипетке ее Там опять Так-так-так-так Сердце Она такая бежит К доктору Говорит У нас пациентка Которая два года лежала У нее сердце забилось А я туда дотрагивалась Доктор берет своих Каких-то там Консилиум собирает Прибегает Дотрагиваются Там у нее сердцебиение Он говорит Вот видите Эрогенная зона И человека можно вывести из кома Выживает Короче мужа И говорят Вот такое дело Вы не могли бы Он говорит Не могли бы Своей жене Сделать оральный секс Он говорит Ну и что Гюна Два года уже без этого С ума сошли Ну пожалуйста Надо вот оральный секс Потому что вот у нее Определенные проявления есть Он говорит Ну ладно Только какую-то ширму поставьте Он говорит Поставим Поставили ширму Сами стали сидеть За этой ширмой В монитор Как сердце будет биться Через минуту Херак Прекращается сердцебиение Человек умер Они забегают Что случилось Мужик испуганный Говорит Я не знаю Но мне кажется Она подавилась Друзья мои Безуси Подписывайтесь Умирает старая проститутка Вот прям умирает Она там при Лене Еще работала И все проститутки Собрались Потому что она там Прям гуру Если я буду так умирать Вы тоже Она умирает И все проститутки Собрались Говорит У нас к тебе Есть вопрос Она Какой Скажи пожалуйста Вот ты прожила Долгую жизнь Только сексом занималась Какие Члены самые лучшие Она говорит В смысле Ну какие Маленькие Средние Или большие Она такая Конечно же Средние члены Самые лучшие Но мы бы поняли Если бы ты сказала Что большие члены Лучше всего Мы бы поржали Если бы маленькие Почему средние члены Лучше всех Она такая Больших не бывает Анекдот Итак анекдот Мужик приходит К врачу И начинает рыдать Дурач говорит Успокойтесь Что случилось Мне женщины Не дают Он говорит Успокойтесь Как давно Он говорит Да всегда не давали Это какое-то проклятие Родовое Вот не дают Вообще не дают И плачет Плачет Успокойтесь Успокойтесь Да не дают Он говорит Успокойтесь Медсестра Дайте ему воды Медсестра такая Не дам Ребят Всем привет Отличное заведение А тут отличные Анекдоты Подписывайтесь Всем привет ребята Анекдот Весна пришла на Урал Короче Парень с девушкой Знакомится где-то в клубе Тусят Бухают Танцуют Все остальное Едут К ней домой Всю ночь Занимаются сексом Все так классно Парню все так нравится Утром он просыпается Она пошла в ванну Он такой просыпается Думает Господи Как хорошо Что я с ней познакомился И вдруг видит Огромный портрет На ее столике Парень там такой Она возвращается Он такой Это кто? Она говорит Не надо об этом Это прошлое Он говорит Я прошу тебя Скажи кто это? Это прошлое Не надо Он такой Раз так Тогда мы расстанемся А ты мне так понравился Одевается Собирается уходить Она говорит Стой, стой Да это я Просто до операции Ребят Обязательно подписывайтесь Пока я еще не замерз На анекдоты Которые вот здесь Привет всем Анекдот Сегодня тема Питер Москва Питерцы и москвичи Короче Давайте начнем С классики Такой В общественном транспорте Едет мужчина Сидит Заходит Девушка Он такой Встает Пожалуйста Присаживайтесь Она садится И говорит Вы такой Прям вежливый Хороший Вы наверное С Петербурга Он говорит Да А как вы догадались Вы мне место уступили Он говорит Ну да Я с Питера А вы наверное С Москвы Она говорит Да Как вы догадались Вы даже спасибо не сказали Ну и еще один анекдот Питер Ночь Ну не знаю Это белые ночи И парочка питерцев Мальчик девушка Парень девушка Целуются до утра В машине Тусят И вдруг Никого нет Видят по мосту Две тени Тащат труп Тащат Тащат труп И такие Блюб туда Парень говорит Даже не расчленили Девушка Дикари Москвичи Наверное Пьяный мужик Заходит домой Дверь открывает Что-то обрывает Все рушится Вешалка Какая-то ваза Он орет Я пришел В ответ тишина Он заходит На кухню Пытается холодильник открыть Все падает Разбивается Я пришел А в ответ Тишина Он такой Проходит через зал Задевает телевизор Все разбивается Он Я пришел А в ответ Тишина Он заходит В спальню Закуривает Залазит на такую Белоснежную Постель Орет Я пришел А в ответ Тишина Он такой Падает Затягивается Сигарета Говорит Господи Как хорошо Жить одному Друзья мои Анекдоты Баклажана Специально Для вас Здесь Здесь И так Здесь Лучшие За Февраль Всем привет Анекдот Сегодня Про моего Любимого президента Короче говоря Путин Меркель И Байден Попадают На небитаемый остров Попадают Что делать Ну никого нет Телефонов нет Все не работает Что делают И Меркель говорит Коллеги Я возьму на себя Главную ответственность По еде Я соберу много кокосов Много воды Мы С помощью этого Не умрем Байден говорит А я возьму Стволы Павших деревьев Соберу плод И мы уплывем отсюда Путин такой Занимайтесь Друзья Здесь еще парочка Анекдотов Вернее здесь А может быть даже Вот здесь На этой теме Всем привет Друзья Анекдот Короче говоря Семейная пара Живет И у них Не получаются Дети Вот Чтобы они не делали Там Ико И все остальное Доктора Какие-то маги Чародеи Они уже Объехали все Вот Вообще Им говорят Можете ехать В Сибирь Там один мужик Он делает так Что дети появляются Там Поет травками Туда-сюда Они Значит Перекладными На самолетах На бульдозерах Добираются До этой сибирской Деревушки Там мужик С такой бородой Они заходят Семейная пара Говорит Вот такая проблема Мы объехали Мы объехали все От Индии До хрен знает Чего Столько денег Потратили Дети У нас Не получаются Дед этот Сибирский На них смотрит Говорит Мужики Ну вы что Охерели что ли Ребята Обязательно Подписывайтесь На анекдоты Вот здесь Обязательно Баклажан Дядя Толя Баклажан Дядя Толя Баклажан Дядя Толя Баклажан